Значок нажмите И в жизни падала зеленые и вселенные, и очистины от всяких скверных, и спаси блажен души нашим. Господи, благослови наше занятие по Слову Твоему, не дай уклониться нам ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных Слов Твоих. Прибудь с нами в этот благодатный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание к Коринфянам, Святого Апостола Павла. Первая глава, седьмой стих. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. То есть мы твердо уверены в вас, что не отпадете в искушениях. Посему, тем более не смущайтесь, видя, что мы страдаем. Для вас же и утешаемся. То есть наше утешение бывает вашей отрадой. Ибо если мы получим только малое воодушевление, то и этого достаточно к утешению вашему. Потому что вы становитесь общниками нашей радости. Поскольку вы, когда нас преследуют, скорбите, как будто сами претерпеваете это, то мы знаем, что когда утешаемся мы, вы почитаете себя получившими утешение. Вопросы. Второе, Коринфянам 1,8. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами Васи. Поэтому, что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Толкованию. Поскольку упомянуло скорби неопределенно, то теперь поясняет, какая именно была скорбь. Через это же и любовь показывает к ним. Ибо любви свойственно открывать другим случившееся. Вместе с тем представляет и объяснение своего промедления. Васи говорит, случилось с ним скорбь, о которой он говорит и в первом послании. Ибо для меня отверстие великое и широкое дверь, и противников много. Первое, Коринфянам 16,9. Казалось бы, одно и то же говорит, когда выражается чрезмерно и сверх силы. Но в самом деле не одно и то же. Он говорит вот что. Искушение было чрезмерное, то есть великое. Потом, так как искушение, будучи и сильным, может быть мужественно, перенесено тем, кто в силах перенести его, говорит, что оно было не только великое, но и превышало наши силы. То есть и великое, и невыносимое. Такое, что мы отчаялись даже и в жизнь. То есть не надеялись уже и в живых быть. Такое состояние Давид называет вратами ада, болезнями смертными, потому что они рождают смерть и тенью смерти. Псалом 27,5,7. Вопросы? 2 Каинфянам 1,9. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Толкование. Имели определение, приговор, ответ, какой давали дела. Хотя они не издали и не издали голоса. То есть прежде, нежели мы подумали, предстало ожидание смерти и приговор. Какое произнесли обстоятельство. Для того, чтобы мы научились не надеяться на самих себя, но только на Бога. Впрочем, Павел говорит это не потому, чтобы сам нуждался теперь в этом наставлении. Ибо кто более веровал, что должен надеяться только на Бога. Но под видом повествования о себе самом вразумляет других и вместе с тем научает смиренно-мудрию. Вопросы. Игнать Тихонович, ей пожелаете, чтобы... Вопрос-то вот в чем. Когда мы читаем, то нужно всегда помнить, что Слово Божие живо и действенно. А деяния апостолов как раз об этом говорят, о чем он пишет в послании. И сразу посмотреть, а само действенно, то как относится к нам? И вот прошло, допустим, тысячелетие христианства на Руси. Ведь не два дня. Солидный возраст. И кто может сказать под видом повествования о себе самом? И что были препятствия? И что он шел? И все ради проповеди. Даже во время, когда была, как сказать, агрессия от коммунистов, гонения такие, шли с одними котомками священники и говорят, вот весь алтарь за спиной. И ходили только где почитать молебен, кого-то покрестить, кого-то отпеть. Для благовестия ни одного случая практически нигде нет. Почему? Как можно себя не вписывать в эти рамки? Но если сегодня перенести мысленно туда людей, которые сегодня вот показывают на аэродроме, встречают патриарха сегодняшнего. И встречают женский батальон. В коротких юбках стоят. И ковер со ступенек. И дальше так дорожка идет. Ну сравни с тем, что он говорит. Тут какая дверь? От самолета дверь открыта только. Ну маленько хотя бы как-то прикинули. Я не сужу, я просто хочу узнать, где мы находимся. В какой эпохе. На какой версии мировой истории мы застряли. И встречают. И главное тут конечно власти. И сопровождают машины. И обязательно машины от КГБ или ФСБ. Специальная дача от них. Охрана. И нигде нельзя не остановиться, ни в гости приехать никуда. Заложники. Я это говорил уже и в храме, и говорил при архиереи. Ну можно однажды остановиться. И самому себе, не кому-то сказать. Ну пас вот это все видит. И кто сегодня из прихожан в храм могут сказать. Для меня широкая отверстие дверь для благовестия. Не просто дверь, в пивнушку куда-то. И вот теперь мы были почти приговорены к смерти. Но не уступили ни в чем. Ни обстоятельствам, ни врагам. Но дальше продолжали сеять семя. И церковь просла. А сегодня она стремительно уменьшается. Но если считать еретиков, то она растет. Вот там беснование идет-то. Православие считается, ну, поистине идет-то. Но когда до дела-то дойдешь, поистине-то в административном порядке. А на деле-то что получается? Мы не можем назвать. Ну какой патриарх? За все время патриаршество. А до этого были, ну, митрополиты. Кто мог сказать? Я подражаю Павлу. Подражаю мне, как я Христу. Под видом проповеди-то. Я бью и бью в одно место. И сейчас стали поднимать, мне скидывают с ресурсов. Это Андрей Кураев там выискивает все. Что мне говорят, вот как раз об этом вы все время и говорите. И там еще до революции какой-то священник выступает и говорит, как у сектантов это поставлено. Сколько средств отдают они на это. Как снимают дома, там, клубы. Тогда было, до революции. И у нас ничего нигде не делается. Как ей не быть была революцией-то? Ну в революцию-то ни один баптист не пошел делать революцию-то. Но ни одного не было. И тех, которые имели Библию, то они понимали, что нам нужно жизнь тихую и безмятежную вести. А в Боге битвы принимать от сатаны, а не от того, что сами мы высеяли и теперь получаем достойное. И вот ведем эти занятия. И внутренно, внутри себя сказать вот об этом. Я буду молиться. К чему мы это говорим? К тому, чтобы обстановка была переломлена. Я получаю сегодня письма. Ну, в интернете. Люди ходят в храм и православные. Нигде-то они это были. Вон они говорят, давайте заниматься. Сразу батюшка объявляет их баптистами. Понимаешь, это... Понимаешь, это... Все кончилось. Все кончилось. Так, минутку. Все это тут. Я, говорит, больше ходить не буду в храм. И жена никто не хочет. Я только настаиваю. Ходи, спрячься в уголок и молись. Ну что я молиться буду? Я совершенно чужой. Чужой. Никто не хочет слушать. А батюшка сидя, контролирует против меня. Но я верю, что Бог-то сильнее. И батюшку может обратить. Но не могу я сказать. Он говорит, и вне православия-то я не вижу нигде спасения. Наши люди, которые слушают по Евангелию, они попадают в очень затруднительное положение. Вот об этом будем молиться потом. 2 Коринфянам 1.10 «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого, надеемся, что еще избавит». Обоги речь. Полкование опять напоминает им проповедь о воскресении, о котором так много говорил в первом послании, и которое настоящими обстоятельствами подтверждает еще более. «Посему и присовокупил, который и избавил нас от столь близкой смерти. Не сказал от опасности, но от смерти». Дмитрий, микрофон выключите, пожалуйста. «Хотя воскресение – дело будущее и неизвестное, но он показывает, что оно и ежедневно бывает. Ибо когда Бог избавляет человека, приблизившегося к самым вратам ада, то этим показывает не иное что, как воскресение. Поэтому-то мы и имеем обыкновение говорить о подобном состоянии человека. Видели воскресение мертвых. Отсюда научаемся тому, что жизнь наша должна постоянно проходить в борьбе. Ибо когда говорит «избавит», то предсказывает бурю многих искушений. Вопросы. 2 Коринфянам 1.11 «При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Толкование. Поскольку слова «чтобы не надеяться на самих себя» могли показаться для некоторых общим обвинением и касающимся их, то смягчает сказанное и просит молитв их, как великого предстательства. Отсюда же научаемся и смиренно мудрю, потому что в молитвах Коринфян нуждался Павел. И узнаем, что силу самой молитвы, ибо много может молитва церкви, совершаемая как должно. Так что и Павел нуждался в ней. «Избавил, говорит нас Бог, и избавит по молитвам вашим, дабы задарованное нам по ходатайству многих, то есть чтобы заблагодать бывшую во мне по молитвам вашим, многие лица между вами возблагодарили. Ибо спасение мое, бывшее по молитвам вашим, Он, Господь, даровал всем вам, чтобы многие лица возблагодарили Его за нас». Отсюда же научаемся не только молиться друг за друга, но и благодарить друг друга. Обрати внимание, как вначале говорит, что спасен по щедротам Божии, а теперь приписывает спасение молитвам их. Ибо с милостями Бога мы должны соединять и собственные милости. И здесь Павел не все из благодеяния приписал Коринфянам, «Чтобы не довести их до надмения, но и не совсем отчуждал их от этого, чтобы не сделать их нерадивыми». Бог, говорит, избавит нас при содействии и вашей молитвы, то есть при вашем содействии. 2 Коринфянам 1.12 «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, а особенно же у вас». Толкование. Вот что, говорит, служит для нас источником утешения. Совесть наша, свидетельствующая нам, что гонят и преследуют не за то, что улечили нас в худых делах, но за добродетель и за спасение многих. Итак, первое утешение проистекало от Бога, а это, говорит, проистекает от чистоты совести моей, посему и называет его похвалой, показывая этим великую силу убеждения, которую имел в чистой совести. Какую имел в чистой совести? Что, говорит, свидетельствует нам совесть? И почему мы хвалимся? Мы поступали в простоте, то есть в незлобе и сердце, и в искренности, и открытости ума, не имея ничего, что нужно было бы скрывать. Ничего зазорного. Это приемлет Бог. Говорил это, имея в виду коварных лжеапостолов. Далее. Не по плотской мудрости, то есть без изысканных слов и хитро сплетенных чувствований. Ибо мудрость плотская такова, что они надмиваются ею, а он отвергает и презирает ее. По данной Богом мудрости, знамениям и чудесам, бывшим по благодати Божией. Величайшее же составляет утешение, когда кто в себе самом имеет свидетельство, что делает все не человеческой силой, но благодатью Божией. И жили так они не в Каринфе только, но во всем мире. Каким образом? Ибо апостол проповедал им Евангелие не только со знамениями, но и без всякого с их стороны воздаяния. Заметь, как он собственные действия относит к благодати Божией. Вопросы? Игнатий Тихонович, скажите, что... Переходим на практику. Вот мы это услышали, если только всеми это не даст плода, то напрасно потеряли время. Некоторые ходят к архиереям, пишут заявления. Ну о чем пишут-то? Ну не о помощи же. Там помощь никакая, они все время сами деньги собирают. А разведись. Второй, третий, пятый раз жениться, вот за этим. Ну и можешь их договорить. У архиереек некоторые бывают приемные дни. Там зайти в епархию и узнать. Ну и сказать, зачем. Побеседовать о благовестии. Узнать, как. Но заранее что-то написать. Немного. Хотя бы на одной странице. И вот о чем мы сегодня говорим. Почему нет этого? Почему нас не побуждают к благовестию? Почему бы не вести вот этот вопрос на исповеди? Чтобы батюшка сразу сказал, кто не ходил на благовестие ни разу, отойдите. Исповедовать не буду. А зачем исповедовать, когда вы приговорены к смерти? Если даже настоящие верующие, аталант зарыли, возьмите, свяжите по рукам и ногам и выбросьте во тьму внешнюю, где будет слышен плащ и скрежет зубов. Связывание рук-ног означает конец деятельности. Так объясняет Златоуст. То есть не можешь не пойти, не можешь подать милостыню. Владыка, ну почему у нас этого нет? И его сильно-то не трогать. Они не любят это. А на самом-то деле он должен был придя приголубить и сказать, наконец-то, хоть один по-настоящему задумался. И вот мне приходит такая мысль. Ну допустим, сегодня 350 архиереев, к примеру сказать. И вот патриарх-то он плененный. Он никуда не поехать не может, не пойти, не погулять, ничего. Такие люди-то, они несчастные люди. Чуть-чуть лучше, чем которые в тюрьме. И вот он, может быть, лежит и раздумался, и Господь коснулся его сердца, он воздохнул и думает, умру, до меня были патриархи, умерли. Что я Богу скажу? Кого я привел к Богу через проповедь? Была ли для меня открыта где-то дверь, а его приглашают в Верховном там, в Раду или в Думу где-то? Он там мог бы, знаешь, сколько огня подкинуть, но ничего этого нет. Он говорит, как будто пришел с леса ремонтировать туалеты. Разговаривает о том, как ЖКХ, да без нас ЖКХ проглотит и без него. Речь идет о спасении. И об этом, как Павел-то и говорит, именно об этом, что вы молились, меня Бог выпустил для благодати Божией, которая идет через благовестие. Владыка, нельзя ли сделать так, чтобы какой-то указ сделать? И этот наш стук достиг патриарха. Он лежит и думает, 350 архиереев. Вот был бы у меня настоящий, духовный такой вот, рвался на проповедь и других побуждал. Я бы столько сделал. Он бы всех побудил. А архиереи-то все лежат, и может быть один бы пробудился. Сколько бы я мог сделать, хоть один бы поп-то у меня был настоящий-то. Мне деньги только для меня собирал. Наконец это опустилось бы до низу, до пресвитера. У архиерея-то тоже был бы хоть один пресвитер. Я бы сколько дел наворочил. Благовестие. Так вот, давайте начнем с себя. Мне нравится одно выражение, совсем нелюбимого мной человека, вилла в Вавилоне, Владимир Ишленин. И он говорит, политика это умение управлять государством. А я государство говорю, государство это республики, республики на районы, районы на сельсоветы, сельсоветы на деревни, деревни на дома, дома на семьи. И вот я. Политика это умение управлять собой. Умение управлять муж женой, жена детьми. И так выше и выше, и наконец мы дойдем до президента. Ну нельзя так все время только роптать. Вот в интернете я нахожусь, всякие карикатуры пишут, поносят, ругают. А у самого даже имени нету, фотографий нету, анкеты нету. Ну никто. Так вот мы занятия ведем для того, чтобы нам стать другими. Чтобы быть движимыми Духом Божиим. Чтобы вот эти слова были как разлитый огонь в нашем сердце, в наших костях, о чем Еремия говорит. Я ничего не толкую. Я переполнен этим, что надо делать, надо. И не просто, а я уйду тогда из церкви. Мне пишут, ну, куда ты уйдешь ты из церкви-то? Ты все равно бы сказал на корабле. Корабль обросла ракушками. Тут пираты появились. А я через борт сиганул. Ну и куда дальше-то? На дно? Начинай работать там, где есть. Ну вам хорошо говорить, когда у вас вот такая община, то другое. Ну мы начинали с нуля. У нас ничего не было. Говорили в школах, на работах. Ну каждый. Вот смотришь, кого-то человек привел, разрешили привезти. Он спрашивает разрешение. У нас нельзя к себе звать людей-то. Вот к чему надо занятие направлять. Войти в эту ситуацию и понять. Это нам Павел пишет. И наша молитва там есть. Не о здоровье и болезни, как записки подают, а о том, чтобы быть благовестниками. Вокруг мир погибает. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. Но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. Земная жизнь встречает нас сурово, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в неверии погибает, а мы желаем грешников спасать. Вот этим проникнуться надо и после занятия, чтобы мы были другими. Отошел. Второе Коринфянам 1.14. 1.13, простите. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца разумеете, уразумеете. Толкование. Поскольку апостол многое, казалось бы, сказал о себе, то, чтобы кто не сказал, что это самохвальство, говорит, мы пишем вам то, что вы читаете в настоящем послании, и что вы и без этого знаете. Ибо знание, прежде полученное вами обо мне, не противоречит моим посланиям. Некоторые же понимали это так. Мы пишем вам то, что вы читаете, то есть, что припоминаете. Ибо чтение есть припоминание или высшее знание. И зачем говорит, говорю я то, что вы помните, о чем знаете, что оно принадлежит нам и не нуждается в напоминании, как известное. Вопросы. Второе, Коринфянам 1,14. Так как вы от счастья и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равна и вы нашу, в день Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Все возлагает на Бога. Надеюсь, говорит на Бога, что вы знаете нас такими, какими показывают послания наши и прошедшая жизнь наша. Отчасти и уразумели уже, то есть, из опыта знаете, потому что мы отчасти представляли уже вам некоторые доказательства добродетельной жизни. Сказал так по скромности. Что же узнаете вы? То, что ваша похвала, то есть, что я таков, что могу дать вам средство хвалиться мной, что имеете такого учителя, который не учит, ничему человеческому, ничему зловредному, ничему коварному. Потом, дабы не показалось, что говорит это о себе из хвастовства, делает похвалу общей и говорит, и вы будете моею похвалой. Ибо я буду хвалиться, что у меня такие ученики не колеблющиеся, не поддавшиеся обольщениям лжеапостолов. Когда же мы будем хвалиться друг другом? И теперь, но особенно в день тот. Ибо и теперь многие видят те злословия и поношения, какие претерпеваем. А может быть, и злословят нас тогда же, когда все будет разоблачено, и обо мне будет явно, что я не таков, каким представляет меня левитал же апостолов. И вы также будете похвалой нашим, потому что не присоединились к обольстителям. И на слова блаженного филакта, имеете такого учителя, который не учит ничему человеческому, Геннадий Тихонич дает небольшой комментарий. Когда в России был последний учитель, который не учил ничему человеческому? Вопрос. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать Библию, Слово Божие, и по нему сверить все, что есть в ваших книжных шкафах. Хватит ли на это желание терпение? А если бы все-таки появился такой учитель в православии, который не учил ничему человеческому, а только по Библии, то не повели бы его на Голгофу, первосвященники и архиереи? Евангелие Атеана 8, 49. Иисус отвечал, Во мне беса нет, но я чту от самого, а вы бесчестите меня. Вопросы? Идем дальше. 2 Коринфянам 1,15 И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Каким упованием толкованием каким упованием тем, что я не сознаю за собой ничего худого, что я похвала ваша, что я обращался не в плотской мудрости, но в благодати Божией, и что наконец свидетелями всего этого для меня вы. Вот почему я намеревался прийти к вам, то есть чтобы иметь двойную радость, одну от первого послания, а другую от присутствия моего. Вопросы? Ну вот хотелось бы об учительстве поговорить. Благовестие Игнать Тихонович уже говорит, говорит, а вот другой вопрос, почему не учат? Не учат, пасу-то чего не спроси? Не знает народ. И они еще и священники говорят, да они у нас такие, что вы, они немощные, что вы тут пришли визитки раздавать, у нас бабушки. Почему? Нет. Духовные семинарии есть, вот брат сегодня сдал сессию очередную. Сидит, учит греческий язык. Зачем? спрашивайся, положено попу знать греческий язык. Ну, бабушка, которая церковь знает, она, что она будет на греческом с ним разговаривать? И вот его супруга, Иоанна, она сейчас здесь прислала фотографию, семинарист, расскажи, брат, как раз вот об учительстве-то. Вер вам. Ну, там две фотографии. Молодой семинарист стоит, такое читает книгу, умный такой, вид у него. Ну, и надпись такая внизу. Ну, примерно такого содержания, что учение Григория Паламы сходно с экзоциализмом, даже не выговорить, Бекона. Потом, значит, проходит какое-то время, другая фотография, батюшка уже такой, лет 45-50, с черной бородой, вот, и бабушка ему подходит. Вопрос задает, что делать, если спина болит, можно ли ладану пососать батюшка, а он так за бороду взялся и думает, что ответить. Ну, то есть, что преподают в семинаре, потом, где это применимо? В практике. Да, а вот, чтобы Слово Божие проповедовать, благоествовать народу постоянно, везде, в храме и вне храма нести благую весть, как стихотворение в одном говорится, идите в мир, ловцы бессмертных душ, всем проповедуйте Евангелие всюду, среди семи светильников, великий муж, нет лучше, слова там забыл, нет, чудо больше, это вот стихи Игната Тихоновича, нет, чудо больше, чем воскресенье чудо, вот этому-то не учат, к сожалению. Вот так вот, об этом, чтобы постоянно молились, всегда такая вот скорбь, что почему Слово Божие в углу угла не поставлено, то, другое, третье, там, все преподают, может где-то и надо, кто-то в академию пойдет, может быть, но Слово Божие это не поставлено в углу угла, ни Новый, ни Ветхий Завет, к сожалению. Сдаем экзамены, кому нужны троечки, подходят батюшки, поставьте троечку, по Ветхому Завету, по Новому, ну как так? Как он будет другим-то нести Слово Божие, если троечка у него по этим, предметом, они называются Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, троечки, ну, говорить даже неудобно об этом, я одному говорю, отче, да как же так, троечка, ну, мне, мол, некогда там учить, или еще что-то там ответить, как? Слово Божие, живое действие, но как оно будет, если такое отношение? Ну, все, коротко, да, благодарим, ведь же была же у них попытка пригласить преподавателя Игната Дихоневича, и заглохло, может, как-то что-то сдвинулось-то, не учат, и не благовествуют, ну, ладно, благовествия, конечно, дело нужно, и не спорят, но когда уже люди уже готовы, в храм пришли, уже прихожане, почему с ними-то не заниматься, почему занятий нету по изучению Библии в тех же храмах, в два часа катехизации крестили, и все, и готово дело. Да, бывает, меньше даже. Бывает, два часа, это... 15 минут поступить. Ну, чему можно за 15 минут научить-то? Очень-очень мало. Так, вопросы? Печально все это, да, душа, печально. Второе, Коринфянам, 1.15. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать. Толкование. Каким упованием? Тем, что я не сознаю за собой ничего худого, что я похвала ваша, что я обращался не в плотской мудрости, но в благодати Божией, и что, наконец, свидетелями всего этого для меня вы. Вот почему я намеревался прийти к вам. То есть, чтобы иметь двойную радость, одну от первого послания, другую от присутствия моего. Второе, Коринфянам, 1.16. И через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Толкование. Ибо хотя я, иначе написал, однако прийти к вам старался и желал прежде, нежели увижу Македонию. Так далек был я от нерадения прийти к вам и замедлить исполнением обещания, что желал даже прийти ранее. В первом послании сказал неопределенно, чтобы вы меня проводили куда пойду в 1.16.6 опасаясь, чтобы сказавши, что пойдет в Иудею, а потом быв вынужден духом отправиться в другое место, не показаться лжецом. Теперь же, когда не удалось прийти к ним, смело говорить, что хотел, чтобы они проводили его в Иудею. Но Богу угодно было, чтобы я вовсе не пришел к вам и не был провожен вами в Иудею. Вопросы? Игнать Тихонич, вы только положите, пожалуйста, наушники, а то шумит и не прикасайтесь к ним, к микрофону. хорошо очень слышно. Итак, мы видим на разные праздники архиереи пишут в своих церковных журналах как бы воззвания, послания. Я за этим наблюдаю. Раньше было так, ну буквально говорит и все отвлеченно. Но вот я не знаю с чем это связано, я постоянно говорю, почему у вас не вкрапляется живительная сила от слова Божия это. И вдруг патриарх стал говорить и применяет семь раз ссылку на священное писание. Вообще редкость. Архиерею деваться некуда. Но семь раз он не может сделать, чтобы они не обвинили в гордости. Гляжусь, считаю, у него только пять. А если уже священник это будет, он уже возьмет только три. Даже здесь все боязнь гордости. Павел пишет, а не какие послания это? Я иду, вы меня проводите. Сегодня в посланиях мы не видим человека говорящего. Ему нету. Просто включили магнитопон, оно проиграло хорошую проповедь, его там нету. И Павел говорит, что собрались и слушали, что Бог сотворил через него, через Варнаву. Они слушали конкретного человека, они ощущали запах полей, где он проходил. Они видели его истертые башмаки. Сегодня автор послания, патриарх или кто, он отсутствует. Они берут друг у друга как лжепророки, воруют, говорят, слова. Ну, я их не называю лжепророками, но смысл один. Из года в год все о том, как Адам был сотворен и изнан из рая. Да уже и рая того нет, ну, маленько перешагните. Нас с земли сгоняют. Мы окружены со всеми, со всех сторон татями. Ну, приблизьтесь, расскажите. И он говорит, вы обо мне молились. Я в одном послании это не говорю, ни патриарх, никто, вот я ездил на Кубу, а вы обо мне молились. Он как будто бы и не знает, что мы молились. Ну, хоть отдай знать. Тут, говорит, благодарность возноси Богу и ближнему, чтобы ближнему увидел, что он участник этого события. Разве они не считают, они имеют докторские разные звания. Доктор богословия, я не пойму, что это такое. То есть он лечит только одними молитвами? Я понимаю, что смысл доктор-то. Ну, доктор это врач. Доктор. Какой же он доктор-то? Мы его нигде не видим. А вот один раз я бы приехал, да бы рассказал, я был там, а там вот так-то, так-то, там где и парады. Я как восстал, да там на меня и полицейские поднялись, и я думал, меня убьют. Хорошо, братья, что вы за меня молились. Вот теперь я рядом. Кто-то о нем пишет о патриархии, я не знаю кто, и говорит, я его знаю. Вечером он прогулку делает, не один, у него собака большая. И с собакой он делает пробежку. Знаю, у меня просто, вот я увидел, у меня собаки точно так же, он живой патриарх. Это не мумия, скелет в шкафу. Он живой, у него собака есть. Ну ладно, не на благовестие, но у него собака есть. Я теперь хвалюсь людям, вы на патриархе говорили, только торгует табаком, доводкой. Да нет, он даже с собакой гуляет. Но представь, если бы он сказал, я был там и ездил на Кубу, я там папе сказал, папа, а куда деть эти гонения? Ты тоже не проповедовал, людей травил. А теперь давай там ближе, то другое. Как ближе-то? Вы всегда ненавидели все эти тевтонские полщища, вас еще Александр Невский громил. С кем нам соединяться-то? Вы 11 крестовых походов делали. Куда идти-то? И ты бритый, на кого ты похож? На наш патриарх, в сравнении с папой, он как ангел выглядит. Он пришел и сказал, хотя одно слово, ни одного слова нету. Ну а теперь клепают на патриарха, кто во что гораст. Продали веру православную, патриарх жидам продался, и все проще. Да виноваты-то сами, ты маленько расскажи. Летели в самолете, вот я думал об этом, сейчас там погибли, как бы мне-то не погибнуть. Там на вертолете полетел архиепископ, пишут глава там этой церкви, какой-то маленькой там, Кирский, Критский что ли, и упал самолет. А с ним-то кто был на деле, с нами-то архиепископ, мы обезопасены, ничего подобного. Упал, и все, самолет в море потонул, этот вертолет. И вот мы должны это применить в себе. Ты где-то был, ездил в отпуск, к родителям, с женой где-то, ну расскажи, как дело-то было, где ты засвидетельствовал. Вот мы когда ездили, я никогда один не езжу, у меня 6-8 человек со мной. Ну ездим по стране, и встречаемся, беседуем там в Москве, неделю проведем. Так мы приезжаем, целый месяц или больше, говорим, людям рассказываем, записывать на пленку тогда было, сейчас можем в интернете выставить, наша поездка была, мы все показали, как во Франции были, какой улов там сделали. Не просто так, а эту рыбку в Потеряевку притащили. Уже в пруду она у нас плавала. Людям-то это интересно, а что это такое? А вот вы найдите, о чем я говорю. Да рыбка-то непростая, золотая. Вот теперь и думайте, о чем я говорю. Ну, я рассказываю, как были в Португалии, как нас встретили, как сразу вывели вперед, дали слово сказать, сколько пришлось свидетельствовать, дать поручение посетить Испанию, им, мы даем. Ничего сегодня нет. Такое мертвенное, схоластическое, хотя и правильное, правильное, даже местописание указывает, но он отсутствует, его нету здесь. Он нигде не скажет, что через него Бог сотворил. Передо мной дверь была открыта, как же не открыта-то? Такую даль летел в Гавану, Патриарх. Да мы ж тебя любим. Ну, расскажи маленько, папа-то, как он там? Не сильно болеет-то? Чего они от нас хотят-то? Ну, ничего нету. Никакого интервью больше нету заочно. То Осипов, то кто-то догадывается. Догадываться не надо. Это наш Патриарх. Не приватизируйте его. Отошел. Вопросы у кого есть? Так, идем дальше тогда. Второй Коринфином 1.17. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю. Так что у меня то да-да, то нет-нет. Сережа, прочитай с выражением под вопрос. Хорошо, да, я тоже почувствовал, что. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? То есть намерение через вас пройти в Македонию. Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю? Так что у меня то да-да, то нет-нет. Неправильно считаешь? Что я предпринимаю? По плоти предпринимаю? Разве по плоти это делают? В некий смысл. Или что я предпринимаю? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю? Нет. Нет, говорит, если нет, значит нет. Нас не собратишься. Мы сказали, да, православие истина. И он-то говорит тогда, слова не было этого православного. Я сказал, зайду и приду. Вы ждите меня, я обязательно приду. Никакой охраны у него не было. Он какой-то пошел к Лидии, торговка какая-то там, в Багранице торговала. А сегодня потеряевку нам ответили из патриархии, приняли все. Когда патриарх Кирилл был в Барнауле, мы оповестили об этом митрополита Сергия. Ну, подтолкните маленько. Ответ пришел, не под каким видом, у него программа. Программа и безбожники его сопровождают. Так и безбожников, у нас на крышах снайперы сели бы там, ну мы бы тоже сделали, танками перегородили, никто бы не тронул нашего патриарха. Но однако этого нет. И поэтому, да, а на самом деле нет. Толкование. Здесь яснее оправдывается относительно промедления, говоря, что желал прийти к ним, но почему не пришел? Потому ли, что я легкомысленен и непостоянен, рассуждающий то так, то иначе? Нет. Или я желаю по плоти, то есть по-человечески, и руковожусь собственной волей, так что, что решу сам, то и исполняю, будет ли это да или нет? Отнюдь нет. Но я нахожусь под управлением духа, и не имею власти идти, куда хочу, но куда он повелись. Сейчас КГБ. Поэтому у меня часто да, не бывает да, ибо это бывает неугодно духу, и нет, не бывает нет, ибо что я отрицаю, то повелевает дух. Примечая мудрость, как то, что клеветники делали предлогом к злословию, именно, что не пришел, хотя обещал, обращаясь к похвалу, говоря, что не имеет власти над собой, но его ведет дух туда, куда ему, духу, угодно. Что же, неужели дал обещание не при содействии духа, но по незнанию будущего? По незнанию, ибо не все знал. Так и молился иногда о том, что бесполезно, например, об удалении искушений, 2 Коринфянам 12,7-9, и в деяниях есть пример, что это было с пользой, чтобы люди не относились к апостолам, как к богам, как случилось это с леконцами, деяния 14.11. Вопросы? 2 Коринфянам 1,18. Верен Бог, что слова наше к вам не было то да, то нет. Толкование. Опровергает возникающее возражение. Кто-нибудь совершенно справедливо мог сказать, «Если сказываемое тобой не твердо, но часто говоришь ты да, а оказывается нет, то мы боимся, не таково ли и учение твое, не такова ли и проповедь твоя, да и нет, то есть не постоянно и не твердо». По провержении этого возражения говорит, что обещание прийти к ним было его делом, поэтому оно и не исполнилось. «Что же касается проповеди, то она есть дело Божие, а что от Бога, то недоступна лжи». «Поэтому и сказал, верен Бог, то есть истинен, а поскольку Он истинен, то и Слово Его к вам, проповеданное нами, не есть ни непостоянно, ни нетвердо, иногда да, а иногда нет». И комментарий на Пихоновича Лапкинова, слова «Что же касается проповеди, то она есть дело Божие». Комментарий. «Сегодня делом Божиим пастыри считают уметь вести богослужения, справлять требы. Но вот что говорит толкователь Нового Завета. Что же касается проповеди, то она есть дело Божие». Ну что тут? Так, истинно так. Вот апостола Павла обвиняли, что вот обещал, не пришел. И вот он так мудро им пытается объяснить, что это мое было желание, а Бог, мы желаем, а Бог располагает. И всегда в молитву мы добавляем, но да будет воля Твоя, просим, а Бог не дает. Ну а раз говорим «Мое воля Твоя», значит, Богу-то лучше знать, что нам надо, что полезно, что не полезно. Может, еще не время. Вопросы? Так. 2 Коринфянам 1,19. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». Толкование. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, наконец говорит, какое слово не было да и нет. Тот, кого мы проповедовали вам, не был да и нет. То есть, не было проповедуемо одно ныне и ныне же другое, но было да. То есть, проповедуемо было твердо и без колебаний». Перечисляет «Также и многих из проповедовавших, представляя свидетельство их достойным веры, в то же время научаясь смирению, ибо соучителями представляет учеников своих». Вопросы? Так. Час прошел, у нас по традиции можно теперь задавать вопросы не по теме, у кого какие накопились за это время. Пожалуйста, у кого есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то тогда идем дальше. «Ибо все обетования Божии в нем, да и в нем, аминь, славу Божию через нас». Толкование. «В проповеди то в нем, да и в нем, да и в нем, аминь, то есть то непреложно, ибо исполняется не в каком-либо из людей, но в самом Боге, почему и непреложно. «Кроме того, они служат к славе Его, и, конечно, если не для чего другого, то для собственной славы Бог исполнит свои обетования. Как же не исполнить их через нас, то есть через благодеяние к нам? Ибо мы, принимающие обетования, подаем ему повод исполнять эти обетования. Если же верны обетования Божии, то тем более верен сам Бог, и слово о нем твердо. Слова «через нас» и иначе могут быть понимаемы, то есть к славе Божией, возносимой Ему через нас, ибо Он, Господь, через нас прославляется. Вопросы? Угнать Степанович. Ну, тут что говорить, а то он 10 тем-то не брал, у него одна тема была. У него была определенная цель, и говорит, нас хранит Дух Божий, а сегодня нас хранит ФСБ или КГБ, ну тут разница есть. Павел говорит, нас хранит Господь, и указывает на Дух Святой, и Дух Святой побуждает, что сказать. А все эти годы было уполномоченным унеси, он проверит, безбожник, сатанист настоящий, убийца. Он проверяет, можно сказать или нельзя. А вот отделенные баптисты им в рот не залазили. А почему? Они шли и страдали. Они пожертвовали очень много. А они не православные, вот так руками только и взахаешься. Да где же она наша, эта благодать-то освящающая? Ну вот представим себе картину. Православные курят, даже нужды нету. Мало того, священник курит. К нему подошли под благословение, он папиросу переложил, и с правой руки в левую это благословил, и опять в рот. А другой только садится в машину, давай скорее отсюда уже курить, пора тут бабки. Это я уже знаю прям, допустим, от шофера. Но вот в тюрьме осудили человека одного и непростого, Георгий Петрович Винц, как называли его тогда у сектантов, генеральный секретарь отделенной баптисты, которые не приняли указания безбожников-то. На разгрузку разгружают конфеты, все носят. А там уже операцию разработали. Так ты не бери это, бери вот этот ящик. Он подошел, ящик, папиросы. Он стал их стоять, я не могу их брать. Ну в магазин занеси, не можешь брать, зима, стоять около тебя буду. Я сказал, я не могу, это отрава. Я не могу в этом быть участник. На него глаза все скинули, да что ты делаешь, тебя же заморозят здесь. Он стоит спокойно. Доложили начальство, мы этого и ждали от него, мы его знаем. Он упрямый такой, они не понимают, что он верный Богу. И он стоит на улице, и стоит охранник в шубе. И он стоит там в своей лопатешке такой продувается. Ну возьми тут все, 15 шагов да пронеси, из-за тебя я-то мерзну. Поразит такой. Он не разговаривает, он только молится. Молится и видит этот молится тоже, чтобы только самому не замерзнуть. Проходит совсем немного времени, и производит его обмен. И обмен производят, я не знаю, на Буковского или на кого, обменяли, американцы-то. Проходит еще месяц примерно, и тогда был кто там, Картер, или кто старший. И он с ним вместе выступает по радио. Вот как жизнь человека меняется. Ты Богу доверься. А которые не знали, так и будут. Воина Лука и Ценевский. Ну представим себе, какая величина. Еще он не лауреат Сталинской премии, просто арестован архиерей. Сталин созывает министра здравоохранения. Это уже пишут сегодня об этом. У нас нет основания не верить-то. Что нужно для этого? Раненых в море. Он говорит, выпуститесь из лагеря воина. Если не, Лукой, который вызывает архиепископ. Сталин тоже дал указание. Но указание-то дали. А у него звание-то какое? Генеральское. Пасану-то, архиепископ-то это равнозначно-то. Ему генеральский, кажется, мундир дали, а брюк нету с этой красной полосой. И он в лагере не работает, теперь ходит. И двойственно какая ситуация. Начальник лагеря, там полковник или кто идет, ему честь отдает. Заключенному. У которого штаны-то еще не генеральские-то. Вот к месту сказать. Его вызвали. Потом будет лауреат Сталинской премии по гнойной хирургии. Как Бог любит творение свое. Когда ты ему доверяешься. Да, значит да. Ему сказали, получать ты будешь Сталинскую премию только не в одежде архиепископа. Он говорит, иначе я не выйду. И они должны были подчиниться. Вот пример стойкости и мужества. Сегодня он канонизирован даже. Он особенно в Греции посчитается. Я к тому говорю, он не признавал вот это мочение лбов. Совершенно не признавал. Крестил их. Это обман был над вами. Однажды он крестит, а помаза-то мира-то нету. Ребенка покрестил и думает, как же быть без мира. Ой, да я же епископ. А миропомазание, это как бы рукоповозложение от епископа. Дух Святой, чтобы сошел. То он, как говорится, забыл почти. Вот какой был человек. Один случай хотелось напомнить, кто не знает. Однажды кто-то говорил ему, он как кановал, разрезает и с такой скоростью все, и может кишки порезать. А какой-то там вечер был. И он говорит, у вас папиросная бумага есть? Отсчитайте, сколько листиков. Ну, взяли, отсчитали, кто-то взял 10 листиков. Ну, бумага-то там какая-то, тоненькая такая. Прям совсем тоненькая. Он взял бритву, еще раз прощупал и резко вдруг взмахнул рукой. И бритвы разрезал, даже не задев руку, точно все 6 или 10 листиков. Вот какой бог даровал ему талант. И в это время он вошел в благоволение у правителя, который был безбожник. И будто бы он разговаривал со Сталином. И Сталин его спросил, видел ли ты душу? Он говорит, ни разу не видел. Ну, а как же вы утверждаете? Вы же хирург, режете. Он говорит, а вы совесть видели хоть раз? Сталин говорит, нет. И я, говорит, не видел, а я много трупов разрезал. И поэтому вот на это место, говорит, в нем все обещания да. И не надо думать, что бог сегодня сказал, а завтра забыл. Бог обязательно нас будет заботиться. Вот мне просят помолиться. Ну, вчера просят маму в тяжелом состоянии молиться. Там и без сознания уже в коме лежит неделю. Ну, помолитесь, выхода нет. Вчера вечером сообщили, там днем помолились, сейчас пишут. Мама умерла, отошла ко Господу. У меня была такая одна тут сестра подошла, муж, говорит, такой обманщик, обманул меня. И, ну, такой тиран прямо, и я жизни не имею. Ну, помолитесь, чтобы как-то было. Я говорю, а о чем молиться-то? Ну, я не могу от него не уйти, ничего. Ну, я помолился, она утром приходит радостно. Помер, говорит. Помер, так я еще об этом что-ли молился-то? А другая подошла, и мне помолитесь такой муж. Я говорю, ну, что я духовный киллер какой для вас тут? Я прошу, что Бог обратил его, а не убил. Как это можно сказать? И здесь, говорит, через нас, то есть через благодарение к нам, люди когда благодарят, Богу хвала. А мы как молимся-то? Президент куда поехал, люди даже знают, не знают, а что, молиться надо? Надо молиться. Он приезжает, рассказывает больше, чем патриарх о своих поездках. И поэтому мы совместно тогда, понимая все это, благодарим. Ой, как он здорово сказал. Вот папа теперь там и думает, кто с кем объединяется. Мы с ними или он с нами? Это же большая разница. И он ему сказал. Сказал, все, вы многое изменили. Даже символ веры неправильно держите. Все бритые там в галстуках и прочее. Ну, я не знаю, что бы он мог сказать-то. Я опять в руки взял. Виноват. Вот так, отошел. Второе Коринфянам. Первая глава, 21-22 стихи. Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа сердца наших. А, 20-й прочитал? Да. Сказав выше, что Бог исполнит обетование, теперь подтверждает это. То, говорит, что вы и я, учитель ваш, твердо стоим в вере во Христа, дал Бог, который и помазал нас, и запечатлел, то есть сделал пророками, царями и священниками. Ибо таков всякий крещеный. Он пророк, как видящий то, чего не видел глаз и не слышал о ухо. Он священник, как долженствующий приносить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Он царь, как сын царя Бога и наследник будущего царствия, и как ныне царствующий над неуместными помыслами и поставленный выше всего мира. Как в древности священники и цари помазывались елеем, так ныне мы помазаны духом, когда Бог дал залог духа в сердца наши. Если же дал залог, то, конечно, даст все. А залогом называют подаваемые ныне дарования духа. «Ибо разумеем отчасти и пророчествуем отчасти, а совершенное получим тогда, когда явится Христос в славе своей. Итак, не думайте, что мы обещаем, чтобы нам не показаться лжецами. Ибо не мы утверждаем вас, но Бог и обещает и утверждает как меня, так и вас. Ибо Он Сам исполнит все. Посему и разумей, что Бог, делающий то и иное, Сам исполнит свои обетования». Вопросы? 2 Коринфянам 1.23 «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». Толкование. Выше сказал, что не пришел к ним потому, что не имеет власти над собой и не был допущен духом. Как же теперь говорить, что не пришел, щадя их? «Потому что, или это самое случилось по воле духа, то есть дух внушал ему мысль не ходить, чтобы пощадить их, или сначала воспрещал ему дух, а потом он и сам рассудив, что это лучше остался». Заметь мудрость апостола. Тогда, как говорили, «Ты потому не пришел, что, кажется, возненавидел нас», то утверждает противное. «Я потому не пришел, что щажу вас». Так, говорит, потому что некоторые между ними были согрешившие и непокаившиеся, которых он наказал бы, если бы пришедший нашел их неисправившимися. Итак, остался, чтобы прийти уже тогда, когда исправятся и не иметь повода к наказанию. Вопросы? Вопрос у меня, почему сегодня не принято накладывать эпидемию церковные наказания? «Игнатий Степанович, как вы думаете?» «Да тут и думать не надо ничего. Это льстецы, обманывающие себя и других, слепой пастырь, слепой архиерей, слепой патриарх». Златоуст это говорит, не я, что если не накладывать эпидемию, то есть все это экономия у них и экономия, он гибнет сам и делает его сыном геемны, обходя море и сушу. И такого же туда слепца тянет. И эта масса, прихожане, называется слепотствующая масса. И когда я сказал, что Господь послан к погибшим овцам Израиля, я говорю, вы видели погибших на поле? И это место называется скотомогильник. Так вот в церкви я вижу скотомогильник. Хотя Златоуст видел там стадо лошадей, которые принесли своими разговорами кучи навоза, как он говорит. А здесь апостол Павел подчеркивает то, что конкретно перед ним тогда было. Он видел, что люди не знают Бога, как должно. И он, придя, обязательно начал бы их исправлять. Начал бы, как говорится, их шерстить там. Но ему не хотелось этим заниматься. Вы лучше исправьте себя, приду, и все будет нормально, и будем разговаривать и обедать. Канонов-то не было. Люди-то ничего не знали. А сегодня определенные каноны. Вот сейчас у нас случилось такое, допустим, в одном месте в городе, в одном или в деревне, несчастье такое, что невольное убийство совершилось. Ну, проходит какое-то время, и нас спрашивают, ну, а когда он священник, а может ли он теперь быть-то? Ну, у него эпитемия накладывается. Определенная эпитемия. А какая? Для мирянина эпитемия, для священника эпитем другая. Снимается с него сан. Ну, интересно, сан снимается, а форму может носить. Может в алтаре прищищаться. И ничего духовного теперь не может быть, ибо благодать отошла от него. Григория Никистарийского, книга правил, правило пятое. Всё. Дальше идти некуда. Дай сюда прочитаю. Как раз такой вопрос возник. Книга правил Григория Никистарийского, правило пятое. Ащи кто, хотя невольно, будет осквернён убийством, ну, на машине, допустим, ехал и задавил там ребёнка, такового, как уже саделавшегося нечистым, через нечистое дело, правило признало недостойным священнической благодати. Навсегда. Но он может причащаться уже на другой день. Почему? А два наказания не бывает. Потому что, говорит, если это стучилось с мирянином, то через определённое число лет, ну, попятился назад, не видел, ребёнок сидел. Случаи-то были такие, это невольные. Бросил в собаку, подвернулся, ребёнок палкой-то. И попал в ребёнка и убил. Это Василий Великий говорит. Невольное убийство. Невольное, но пять лет ты будешь за дверями стоять. Но через пять лет ты опять придёшь в прежнее состояние. А он, священник там, диахон, кто есть, архиерей, ехал на своей машине, задавил, он уже никогда не будет священно действовать. Никого не сможет благословить. Бог благословит тебя, как они крестят. Благодати лишён навсегда. То есть считается, его наказание сильнее. Ну, ладно, я и мирянин буду, но причащаться он может. Только потому не отлучает его, что слишком сильный удар он и так получил. А два наказания за одно, порог Иеремия говорит. Не бывает так. Если человек отсидел срок, а теперь вернулся, его за то же самое второй раз не садят. И вот здесь так и нужно понимать, что они сегодня, а они как безвластны. Они боятся эпитимю наложить. Если эпитимю-то включить, как в нашей общине-то, у них никого не будет. Там процентов, может, 90 в некоторых храмах, которые женщины замешаны, одинокая была, нажила ребёнка. Это Б. Всё. Она должна ровно 10 лет плакать и молиться. 10 лет на 4 ступени, как сначала там находятся среди плачущих, припадающих, слушающих, и через 10 лет может только причаститься. И как в церкви интересно. А если она заболеет, вот её отлучили на 10 лет, а она заболеет, да умрёт. Церковь знает как. Пришли за священником, а она только полгода ещё была на отлучении-то. Её причастит. Но бывает поочечайнее, она вдруг, как воскресшая, встала на ноги. Тогда снова на неё накладывается, считая с того времени, сколько было предварительное заключение, сколько было, столько. Меня брали арестовали в 80-м году, а потом в 86-м. Да кто, которое то было, там как-то они это сделали, подсчитали, одно другое наложили, отняли, в лагерь отправляют, высчитывая твоё тюремное заключение, что ты сидел. А что-то подобное делается здесь. Сегодня священники в этом вопросе, они никакие. Когда я всё вот так разложил, рассказал, как это есть, священник сразу говорит, да тогда мне надо уйти из храма, я только с соглашенными. Я говорю, сделай милость, уйди. Спаси свою душу. Такое было. У одного пресвитера проказа съела язык. Он мог безмолвно совершать то. Так что, говорит, язык было видно, говорит, из затылка. И когда он дошёл до святого, до одного, тот сказал, это за то, что ты незаконно отлучал людей. Незаконно, по прихоти. Священники это тоже делают. Ни за чём там. Распупырился, говорит, расхарахорился, раздухарился и отлучил. Бог сурово за это его накажет. Поэтому нужно точно по правилам поступать. На исповеди была, да, всё. Вот правила-то в церкви какие щадящие. Одно правило меня особенно трогает. Когда жена впала при любодеянии, на исповеди сказала, а, говорит, у меня муж очень ревнивый, он убьёт меня. И поэтому священник накладывает на её эпитемию, допустим, 15 лет, а муж-то не всегда ходит, ты будешь заходить, стоять вместе с нами, никто не догадается, что отлучённая. А когда ты причащалась-то? Кто тебя видел? Может, дорога ездила где-то была там, или я не знаю как. Чтобы муж не напал на неё. Даже этот канон, его так подрихтовали, чтобы спасти попавших в затруднительное положение. Церковь, это действительно любящая мать. И соборы нам на пользу. Всё. Спасибо, Христос. Второе. Итак, ни у кого больше вопросов нет? Не по теме можно. Любой вопрос задать. По молитве можно вопрос задать? Можно. Мы знаем, Бог един в трёх лицах. В молитвословии есть к Отцу, к Сыну молитва и к Святому Духу. В частной молитве, когда мы молимся, к кому мы обращаемся? Бывает слава Отцу и Сыну и Святому Духу, к Троице. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. К Троице. К Духу Святому, Царю Небесному, Утешителю. К Отцу Небесному, Отче наш, Сущий на небесах. Ко Христу, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Тут всё раз, у православных, всё лежит на виду. Кому мы молимся? Мы молимся, молитвы так составлены, что и Духу Святому, и Отцу, и Христу, и Троице. И это в утренних молитвах. А своими словами, когда говорим, Господи, так к кому обращение идёт? Вот просим у Господа. Да никогда об этом вопрос никто не ставит. Господи, ну прямо к Богу обращаемся, к Троице. А к кому тогда, если скажем, Господи, так вопросы не ставьте. Бог один, не три Бога, один. А это даётся нам понять, учение, разработанное Троице, слово Троице, там в Святой Библии даже нет нигде, чтобы мы знали, что Бог – это вечная любовь. Вот с какой целью нам это открыто. Бог, Отец любит Сына и Духа Святого, и так было от вечности. И Сын любит Отца и Духа Святого. А Дух Святого – Отца и Сына. Вот такое прекрасное объяснение даётся. А когда говорим, Господи, никогда вопрос не ставится. Просто к Богу молимся, как к Святой Троице. Не разделяется по лицам. Благодарю. Слава Христу! Меня сегодня спрашивали, а почему вы рукой креститесь, пальцы слагаете не по православному, а у вас два перста. Мне до того смешно стало. Как интересно, можно человека закрутить. Так два перста это и есть по православному. Два-то перста князь Владимир принёс оттуда. Это жениха на три перста перевёл. И старобрядцы-то не покорились. А почему? Да вся страна были старобрядцы. До одного, если по старому-то обряду. Двумя перстами там молился кто? Сергий Радонежский, основатель монашиста Антоний, Феодосий, Туровский, Кирилл, там всех перечисляй, сколько было. Два перста. Три. А как вы считаете? Я считаю, то и другое, церковь сказала, равно спасительное. Но я нашёл, что в том и в другом перстосложении есть элемент ереси. И в течение пяти минут это доказываю. Особенно бывает в этом дотошной старобрядцы как-то сидели. Я говорю, я сейчас вам докажу минут за пятнадцать, что вы даже и не православные. Да вы что? Они так расположенно сидели. То есть не старобрядцы. Я им легко это доказал. Они друг на друга, говорят, посмотрели и покачали головой. А почему? На кресте, на вещественном, деревянном умирал человек. И божество было бесстрастно. А когда вкладываем пальцы, два перста Бога человечества. Не человечество, а три пальца, троица. А троица вообще ко кресту, ну как сказать, ее даже здесь и не поминают. А как тогда правильно? Правильно как? Христос на кресте. И на деревянном кресте его пригвозили как человека. И человек получил пять ран. И пять ран это пять пальцев. И так молятся католики. Католики правильно молятся. Ох, как на меня сразу. Вы что, католик? Ну понимаешь, какое соображение-то? Но я должен осознать, что они правильно. Правильно. Я так не молюсь, как католики. Вот ко мне, на занятиях там ходили разные люди в университетах-то. Вот я на квартире у родной сестры. И ну, она меня пустила там, сколько я плачу ей. Ну я говорю, сразу иконы выставил. А она, баптистка, она увидела икону, сказала, икону убери. Ко мне ходят братья и скажут, что тут идолов расставило-то? Я ей сказала, не уберу. Да она меня с квартиры сгоняет. Я говорю, и что? Ну что мне делать-то с ней? Ну выход-то какой? Вам квартира нужна или иконы? Если иконы нужны, значит, уходи с квартиры, обними иконы и лежи в снегу. А если тебя из-за иконы... Ну положи ты ее в шкаф, то чтобы не видели-то. Что ж, как идолопоклонники-то? Да что, она права? Я не говорю права, но она хозяйка. Она музыку заказывает, а ты танцевать будешь. Ну нельзя же так. Живешь на квартире и начинаешь крылатые фразы отбрасывать. Нехорошо это. Другой раз что-то задают такое. Вот как баптистам доказать, что они не правы? Я говорю, доказывать еще не надо. Они правы. Они задают вопрос. Почему мы должны Библию читать? Да к ней нельзя прикасаться только. И почему мы должны другим говорить? Они правы. И нам доказывать ничего не надо. Нам надо делать, как Бог велит, не баптисты. Но в данном случае задают вопросы православные, чтобы их научили бороться с баптистами. А бороться не надо. Заблуждение ты расскажи. Когда баптисты приходят, тут у меня сколько было, делаются с священниками, я не знаю, с кем их сравнивать. Настоящие. Рожденные свыше, знающие Писание. Истина теперь им открыта. Они среди своих трудятся, работают. И потом не зазирай никого. Вот папа бы вас принял, пошли бы. А почему же нет-то? Мы проезжали, были в Риме, были в Ватикане. Я подарил книги Франциску и Венедикту. Встречи не было, но передали. А он уже читать не будет. Ну зачем дальше-то идти? Будет, не будет. Я сделал, что мог. Высказал, выказал свое расположение к ним. И на этом все. Слушаю. Еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Кого есть. Вопросов нет, у нас еще две минуты. Давайте тогда первую главу закончим, второе послание, корейкино. 24-й стих, последний. Не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Толкование. Так как сказанное отзывалось властью, ибо щадить других может тот, кто имеет власть, наказывает их, то смягчает жесткость речи. Не потому, говорит, сказал я, что щажу вас, что хотел бы властвовать над вашей верой, ибо вера дело произволения, и никого не понуждают в вере против воли. Но, почитая вашу радость своей радостью, я не пришел для того, чтобы не вернуть вас в печаль и не опечалиться самому, ибо я все делаю для вашей радости и остался для того, чтобы только угрозой исправить согрешивших и вам не причинить никакой скорби. С кротостью беседует с ними, так как в первом послании довольно уже поразил их. Слова его значат следующее. Что касается веры, то вы в ней стоите, и я не имел причины жаловаться на вас, но, впрочем, вы поколебались, и если бы не исправились, и я восстал бы на вас, то и вас опечалил бы и себе причинил бы печаль. Помолимся. Достойно истекало истину, блажит дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепоручную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с инофим, без истинения Богослово нашую сущую Бога родит сутя величайя. Молитие сюда. Отец наш небесный, мы пристали перед твоим величием, всюду присутствующий Бог. Прими нашу молитву. По твоей любви неизрещенной ты послал Сына своего Иисуса Христа, который претерпел смерть вместо предвижающей радости от рода человеческого. Это наши грехи пригвозили тебя ко Христу. Прости нас и помилуй. И помоги нам истинно быть твоими детьми. Помоги нам провести с достоинством этот пост и в радости встретить Пасху Христову. Посети детей твоих томящихся в вузах, убиваемых, пытаемых. Окажи им благодать твою, прими их в обители вечные и нас приготовь к тому, что назначено от тебя, дабы мы не возроптали и научились ценить сегодняшнее мирное время. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спаси Христос. Спаси Христос. Следующее занятие будет воскресение в это же время. С Богом. С Богом. С Богом. С Слава Христу.